Всем привет, друзья, с вами VJDream. Начинаем с вами прохождение одной из игрушек, которая в своё время сделала довольно много шума вокруг себя. Манипуляции со временем и прочее, то что раньше было в новинку, сейчас конечно это звучит не совсем прям так вау-вау, но тем не менее, раньше это было действительно в новинку. От себя скажу то, что эту игру я уже прошёл, и она реально того стоит, чтобы её хотя бы посмотреть и ознакомиться, особенно если вы этого не делали до этого момента. Я отнюдь не пожалел, и проект мне весьма понравился, так что садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра, поехали! О, Советский Союз. 1945 год. Советский Союз продолжает наращивать политическое влияние и военную мощь. Советский Союз остаётся сверхдержавой, влияющей на мировую обстановку. Но только Соединённые Штаты обладали атомным оружием. Труба заявил, что мы должны развивать ядерную технологию. Влаги свободы поднимаются по всему миру. Превосходство Америки обещало быть недолгим, поскольку у Сталина уже был в работе ответный план. Во время поисков урана на маленьком острове у юго-восточного побережья СССР, советские инженеры открыли Е-99, беспрецедентно мощный источник энергии. Разглядев в этом ключ к мировому господству, Сталин бросил все силы на изучение возможностей нового вещества. Задачу поручили Витру Барисову, создавшему на острове научный центр «Катерга-12». За выдающиеся научные достижения он получил орден Ленина. Никита Хрущёв, сменивший Сталина, потребовал ускорить программу и вынудил Барисова приступить к испытаниям. Е-99 оказался мощным, но чрезвычайно нестабильным источником энергии. В катастрофе не выжил никто. Москва похоронила «Катергу-12» и всё, что с ней связано. 2010 год. Американский спутник-шпион зафиксировал выброс радиации в этом районе. Опасаясь повторения чернобыльской катастрофы и встревоженной молчанием Москвы, Пентагон отправляет разведгруппу в зону «Катерги-12». Группа с борта «Титан-1» на связи. Вы вошли в воздушное пространство России. Действуйте осторожно. Вас понял, «Титан-1». Следую точно по курсу. До цели три минуты. Наверное, кто-то не на шутку переполошились, раз послали нас под угрозой международного скандала. Разведка утверждает, что тут лет пятьдесят как никого. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовыми ко всему. Спарта, сохраняйте скорость и направление. Пос понял, «Катерги-12». Нет, ты это видел? Нет, мне пока зовут тебя, братан. Разверните, что ли? Я тоже посмотреть хочу. Слышь, слышь. Или ты про серп-молоть? Спарта-2-1, Спарта-2-1. Мы засекли в вашем районе выброс радиации. На, пизда. Да, на, пизда. Все, чат, конец истории. Титры, спасибо огромное за то, что присутствовали на стриме. К сожалению, мы не долетели. Поэтому, ну, бывает, бывает. Игра оказалась довольно короткой, но... А, ёптво! Блин, каким хуем мы выжили? Машонка-бегемота, какого хрена ты живой? О, смотри. А че, красивенькая картинка, я б сказал. Чат, звук, картинка, лаги, глюки на YouTube тоже. Зайдите, проверьте. Важный момент. Ух ты ж, мать твою. Я, сына, как обычно. На стройке мыши я говорил, что будет быстро. Я говорил, но я не думаю, что настолько. Я вообще хоть что-то уменьшил. Ну, это понятно. Я так понимаю, это какая-то альтернативная история. Типа Советский Союз, я так понял. Из заставки якобы не уберу и пошел вообще по другому пути. Здравствуйте. Пойду я от вас, нехорошие его люди. А я могу... Как, во-первых, тебе вообще рация работает, братан? Какого? А, это, наверное, не в себе? Или в тебе? Что? А, ладно. Звук сейчас. Звук. Звук. В какой жопе я оказался? Немного восполняет запас здоровья. Офигенно. На какую кнопку? Это Дэвлин-4-1. Нас сбили. Ты бы начали открашиваться, потом позвонил. Титан-1 на связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке. Вертушка сбита. Нас разбросало. А пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда. Мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа Спарта. Если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Потный пирожок. Лай-лай-лай-лай. Мой любимый сорт. Лай-лай-лай. Малый потный пирожок. Летом я сожру. И весь пот тем самым утолю. Потный пир... Это я чат прочитал. Да, у меня такой чат. Мы напоминаем, что у вновь прибывших всегда есть вопросы, но у нас мало времени. Не пиздуйте нахуй. Прибывшим гражданам следует опрашивать в установленном порядке, не отвлекаясь на посторонние разговора. А после заполнения формы немедленно отправлять нахуй. На каждом корабле прибывает много пассажиров. Чем быстрее вы их пропустите, чем быстрее они смогут приступить к работе. Вонючие уроды. Не знаю, почему я их так обскорблял. Может, они хорошие люди, на самом деле. Приток новых ученых и инженеров в каторгу 12 прекратился. Говорят, доктора Барисова скоро назначат руководителем каторги 12. Но вряд ли Кремль настолько верит. А тут есть субтитры? Чат, по поводу звука все хорошо, да? Я хочу проверить, есть ли тут субтитры. Может, как бы, чтобы... Ну, типа, нет. Сорян, ну, как бы, ну, надо проверить. Нет, нет. Дрим вырос. Большой стример. Алло, брат. Ученые исследовательского центра изучают различные способы применения Е-99. В их числе разработка новых видов оружия, восстановление почвы, медицина, а также изучение времени. Ну да, понятно. Короче говоря, открыли какой-то материал, которого не было у нас. Этот самый Е-99, но имеется в виду альтернативную историю, все дела. И что-то пошло, блядь, не так, да? Да выёбывались, я бы сказал даже по-русски, да? Будем, собственно говоря, выражаться на нашем родном, могучем и великом, раз уж мы играем в клюкву. Не люблю клюкву, кстати, она довольно-таки противная. Но, говорят, полезная. Та ёбли ты на этот проектор. О, зато кинцо. Туда-дам! Красиво. Ну, графика. Частицы. Ох, и что-то пропаганда, мать твою. Советские учёные нашли венец всех наших надежд и мечтаний. Элемент Е-99. Е-99 – это резкий элемент, обнаруженный только на этом острове. В Казарке-12 у вас есть много возможностей помочь своей стране. Ваша семья будет быть в доставке на острове. Ваши дети будут ходить в школу, где они получат лучшее образование в СССР. Научные исследования – одно из основных направлений на острове. Они охватывают... Это знак Half-Life 3, который никогда не выйдет. Медицин и армию. Переработка Е-99 – важная функция острова. Из Е-99 мы создаём металл, газ и другие материалы для повседневного применения. Усиленный армейский инстинкент обеспечивает... Неутонимые друженики – опора острова и гордость нашей страны. От железной дороги до порта каждый рабочий старается на благо Родина. Ваш самоотверженный труд позволит нам добиться главной цели, которую мы преследуем в Казарке-12. Вы должны схлакиться перед певцом западной агрессии. Вам прорудно повезло. Вас выбрали для работы в Казарке-12. Бесплатное кино. Вашу удобство мы перебитли сюда вашу семью. Мочёвый труд по благо Родины. Спасибо огромное. Спасибо большое. А есть прикол. Я не видел, кто задонатил. Потому что у меня здесь, где донат, у меня комментарии ютуба. И я буду крайне признателен, если человек напишет чатик. Потому что я потом посмотрю. Обязательно, конечно же. Просто сейчас я не хочу сворачивать игру. Потому что начнется какая-нибудь там дерготня. Но вы понимаете, и что-нибудь сломается. Очень извиняюсь. Но очень приятно. Правда, спасибо большое. Ну, вроде бы мы тут всё осмотрели. Тут, конечно, можно послушать про всё вот это вот. Но я не знаю. Хотя это интересно, конечно. Но мне хочется пойти дальше. Мне интереснее посмотреть, как будет дальше развиваться эта история. Опять же, первое сыграю. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлёте. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперёд! Бля, мы все сдохнем, чат. Я не видел никакой радиовышки на подлёте. Твою мить. Мышь-3. Мышь-3. Мышь-3, это колёсико, что ли? Ааа. Просто у меня очень много кнопок на мыши, и я хер его знаю, что такое мышь-3. Миша задонил. Миш, спасибо огромное. Спасибо большое. Простите, что не вижу... Ника не вижу. Вижу, вижу, что задонили. Вижу, сколько, но не вижу Ника, потому что... Чат закрывает. Господи, вытащите меня отсюда! Это как раз и есть те самые замуты со временем. Типа, мы сейчас увидели прошлое или что? Я потом на следующий стрим обещаю настроить чат по-нормальному. Я просто опять же говорил, что сегодня это немножко экспериментальный стрим. Стримы где-то на YouTube и на Twitch одновременно. И плюс я хромаком занимался, не было у меня времени на всю разу. Сорян. Но я сделал основные вещи. Хромак и рестримы. Так что... Скажи, скажи. Спасибо огромное. Спасибо большое. Так, 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 так. Я не знаю, где была вышка, которая... Ёпту, иметь не было. По-моему, этой вышки уже нет на подлете. Я надеюсь, это не она. Тогда нам точно пизда. смысле невидимая стена ёпту рабочий поселок каторга 12 но в смысле ну какого хрена но мне что больше всех надо что иди нахуй и домой бледа в другой стране вот козлы да я шатал тебя и тебя шатал я 20 лет проработал в огоне поезда я всех шатал суки и машинистом пахал как я тебя спасу спасайся спасал спасайся кнопку давай я даже лицо прочищем из-за это будет она действовали деле катались да слышишь еще может отсосать за углом там дойдет то ёбаный ты насос кара села тебя спизданулся на мою голову на горбу блин и так клещ присосался ай-яй-яй-яй а я будущее видео ты посмотри я думал я прошлое видео но я видел отец а я сейчас тоже прошлом господи запутался на самом деле я сейчас в прошлом или в будущем я когда сюда прилетел я был тут не было никаких людей потом я видел как это чувак сгорал получается я будущем в прошлом спасает человека вот что очень много букв ничего не понятно очень интересно так я прошлом спасает человека спас а таким способом я сделаю какой-нибудь парадокс и типа как бы да я понял да походу сделаю так подожди я действительно в натуре что ли сделал парадокс ведь логично если я спас человека который должен был умереть и каким-то хреном при этом оказавшись прошлом этот выброс был значит не выбросом радиации этот выброс был ну типа выбросом времени я не знаю как правильно назвать и мы когда попали под выброс нас принесло в прошлое мы спасли чувака который должен был там сдохнуть и теперь вот типа он тут главный слышь ты мне между прочим я твой лучший друг братан ты помнишь и чё произошло чем поменяется а вот я посмотрел проектор я тоже думал что поменяется вроде нет я думаю что там дальше конечно чего-нибудь будет нам да не друзья нихера не поменялось кроме памятника по сути который стал вот этому чуваку я читаю ну и не только памятника вообще он любит себя он видимо стример технологии 99 во многих экспериментах проводящихся в каторге 12 используется вещество и 99 ищите сохранившиеся разработки и 99 рано или поздно вы найдете того кто сможет использовать и для разработки усовершенствования и мы можем качаться благодаря этой штуке и я понял будьте тихими что это ничего сану ну контейнер ей лут лисичка спасибо конечно вот мать твою ей так данные сохраняются он понял принял привет 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 2 часа назад сингулярность взорвалась погибли сотни людей радиация усиливается и вызывает она превращает людей в шутких тварей которые питаются человечеством узнал 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 я очень сильно удивился посмотрел сегодня случайно на скучность на твои видео тому что ты портишь стереотипа блондинках я думал очередная девушка говорит очередную умную вещь на нет я послушал и на удивление действительно умную вещь наш пацанам поскидал удобряем и я тут никак не мог настроить это долбанное айо ну ты знаешь я хороший стример я правил я сам себя хвалил очень долго твич и теперь работает вместе с не тубом на самом деле раньше он всегда работал на может быть тебе у нас понравится я титан один прием вашу мать ответьте кто-нибудь ответьте и скажите что у нас все тут малость не в норме потому что я сейчас точно рехнусь нет что это похоже у меня крыши есть симулятор бомжа мать и но я тебе потом скину какое видео я наткнулся и ладно без паники следовать приказу продолжать движение кратил вышки видео потом скину плюс я хотел с тобой поговорить по поводу дизайна я просто как раз том видео услышал о том что ты занимаешься дизайном и все такое поскольку я это дело не заброшу не забрасываю да как стрима я стремлю же довольно таки давно и как ты правильно выразилась это уже превратилось не то что в какое-то хобби это превратилось уже как стиль и смысл жизни отчасти потому что без этого я уже вообще не представляю себя как такового то развитие канала мне очень важно я бы с удовольствием посотрудничал некоторых моментах ну я наверное по поводу этого тебе уже отдельно напишу потому что как ты понимаешь все-таки на стриме не буду просто так уж получилось что я тебе написала у меня про списание как раз был стрим и как бы вот как-то вот совпало эти потом уже отдельно напишем уважаемые родители якова майковича ваш сын очень плохо себя ведет мать твою предостав передразнивает меня в присутствии учеников и носит головной убор на уроках такое поведение недопустимо если яков не будет вести себя прилично обратиться исключить его из школы или принять более серьезные меры вот коза ах ты ж блин я тоже тоскал слышь не надо так и я в чистом между прочим мать твою маша вернулась из лаборатории меня с тремя яблоками сука сколько яблоков она сажала по пути до из лаборатории сказала что неважно себя чувствует после контакта с раствором и е-99 и я предложил сходить к врачу но она отказалась боялась что ее могут убить и попросила никому не рассказывать про ее болезни думала все само пройдет но со временем ее состояние только ухудшалась саша стала очень агрессивная начала бороться бросаться на меня как и бешеная пришлось запереть ее в комнате но блин это месячные братан это месячный и теперь откуда доносятся ужасные звуки не знаю что стало с машей я даже не решусь к ней зайти не надо блин братан ты с огнем играешь девушки в гневе они страшны надеюсь я не буду злить лисичка это мало вау вау не ну нахер блин а тут его не стоит ну пацаны ну серьезно ну какого хрена ну я могу сидеть в погоне когда на пить его ничего не делать ну нахера мне туда берется вы чё ебан ну почему все какие-то истории происходят в замкнутых заброшенных домах с привидениями почему я никогда не могу попасть в лунопарк и где бесплатные билеты какого хрена я всегда попадаю в жопу я отказываюсь в это верить и мне не нравится и и ты мне не нравишься ты ты вообще говно ладно прости на самом деле я не хотел тебя обидеть я даже не знаю кто ты я если что не принимаю про него может ему было обидно я я я был слишком резкий и грубый я не пропустил я вижу у них мало пищи воды и вариант а ладно не будут на это слишком пошлые варианты когда будет буду обду я планирую стримить где-нибудь но не знаю я не могу честно сказать точно когда поскольку у меня сейчас очень огромное количество дел я занимаюсь рендером для youtube и там целую кучу всего и плюс планирую делать еще некоторые рубрики новый кто-то шепту напустил это я что ли простите естественная потребность организма никто не отменял в ближайшее какое-нибудь время постараюсь сделать интересный контент в плане black desert а потому что у меня есть огромное количество сундуков которые накопил плюс у меня есть очень большое количество ну короче будет интересно будет интересно я в группе вконтакте объявлю по поводу начала стримов по поводу быть проклят день когда мы переехали в к торгу 12 и юрий сутками не вылезает из лаборатории я его спрашиваю что это у тебя там за работа мать ты такая что нельзя хотя бы дома ночевать а он повторяется мне что не может ничего рассказать иначе нас накажут а если я люблю бдсм то что тогда между прочим так то если посмотреть тут антуражик конечно тихий найти оружие и отстрелить замок хора перестает быть хоррором и ей ух ты ж мать твою револьвер стреляющий мощными боеприпасами на основе ето тут короче даже патрона делают из этой штуки до обладает мощной бойной силой и но очень низкой скорострельностью понял принял что это у нас такое я все читаю я все читаю в смысле записка я все взял разве не взял эту записку я все взял счет лишь бы наехать так умри только не люблю деревья и ноги плохой мультфильм так хотя папа карло бы не одобрил по погоди отчет дюкнул патроны что опа так перезарядка на р ну спасибо я бы никогда не догадался сам я думаю бляху на что штыкать моя семья моя семья для таких же как я мой папа работает на большом перерабатывающем заводе здесь на каторге вчера у папы болела спина когда он пришел с работы эмуль гель не хватало бы здесь надо утром у него на спине что-то выросло и мама очень испугалась максимка тридцать семь годиков понял принял максимка это переходный возраст от твоего папы наступил немножко поздно ты перепутал спину с животом вот твою мить счет это было довольно стремно ты посмотри кстати если посмотреть зубы у посмотри если посмотреть у меня есть фонарик фонарик о мелодия такие мелодии что-то прикольная игра на самом деле пока очень даже нравится зубы не человеческие а скорее какие-то ну как-то вперед растущие не знаю как это правильно сказать хотя тут вроде обычной может не галлюцинации да чё ты там многое бы объяснила смысле мать твою это многое бы объяснила еще и в реальности но 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 это уже лично ты чё за хрен это 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 чё это этот теперь типа у папы вот на спине выросла и папа папа стал но это ж не спина мать твою да у них реально зубы вперед это получается их убили до того как они мутирули а это ее уже успевший я все читаю ну драгонич 2 эта игра мне кажется немножко не для стрима потому что она настолько долгая это чисто на любителей и если например представь в ее проходить это вау да и признаться честно я не люблю рпг где надо формить чтобы формить как-то не моя там же как бы нет пвп поэтому не моя стихия хотя кто знает кто знает я все планирую в этот поиграть скажи мне что-то я скажу чат что не молчу я говори господи забыл как она называется с мдс туда его у нас же выживал кишли я предыдущую неделю и я такой думаю чтобы не продолжить этот путь выживалок прикольно симпатично я бы даже сказал слышь улетит и творишь и я а это чё братан это позвал от лошары на перестрелку кулаками ходят ух ты ж мать твою с ребят а тут какая странная блин чем ноги что ли проветрил братан блять мыть надо мммм а я ему по двойку попал как стыдно убил человека в подмышку мать твою мать твою печально быть им так подожди там просто какой-то секретик как будто бы вот хрен его знаете за рули в какой-то жопу не выберусь из нее ну естественно я могу разбивать ящики нет ну как записка а ты чё отговоришь я записки не замечаю здравствуй света как у тебя дела доченька у нас папой все хорошо но мы немного волнуемся зря мы тебя отпустили на этот остров говорят что там и не только там вообще повсюду даже в газетах писали что на последней странице и совсем мало если это правда получится что партия но они наставы настаивают что надеюсь что это просто слухи мне на самом деле все в порядке ждем твоего ответа целую мама ну да конечно сейчас бы партия говорила бы правду особенно по телевизору ну естественно ну конечно как иначе ну даже сейчас ми говорят только правду и ничего кроме правды это самые честные люди на планете нет ни хуя привет польский ну нет у меня показывает 60 на расти да я ну раз один если вы меня слышите я нахожусь в здании похожим на школу и тут кто-то почему они все время звонят в тот момент когда на них нападают а них что других моментов нету растет игра которую любят очень много народу и в принципе раз очень популярная игра но я чё-то как-то не знаю его надо играть с кем-то я не нашел с кем ну в общем посмотрим раз только в начале было очень много людей потом народ немножко разбежался потому что одному развиваться довольно долго я не могу наклоняться нет не научили видимо я был двоечником как в реальности прям жестко атмосфера кстати в игре очень фир напоминает местами я конечно понимаешь нифига не эфир на такие моменты реально напоминаете так а ты значит у нас телепортировать сама этого имеешь из прошлого в будущее до хрена себе это живой а чё ты такой живой господи а чуть-чё так вывернула а это те кусок я отстрелил нефига си да я круто ты посмотри это кстати получается маленький нет хотя нет нифига это не маленькие дети начали думать а подожди а маленькие видеть это где который тут тарали их нет показать все что скрыто интриги расследование и что-то там еще я никогда не смотрел рынка вы простите он будет на что не донят да я буду на что не донят потому что мало донят сейчас слышь ты настолько хорошими не знаешь самое время задавайте но только чтобы не мало то есть поразит чат по двойму я получается но и что не донят потом мне донят я но и что донят мало я категорически сильно буду отрицать все потому что я не помню заголову ну что и право но отрицать это не мешает это я так понимаю порт с консоли понимаешь польские тут прицеливание она не скажем так обычная как на компьютерах потому что здесь в настройках даже есть вариант авто им а и здесь вот этот вот прицел консольный который вот так вот знаешь двигается и попереку нифига не двигается и чтобы прицелиться поперек себе надо странное движение делать короче те кто хотя бы раз играл такой немножко кривоватый порт с консоли они меня поймут здесь никола в дьюти скажем так совету доктора е99 здравствуйте дети обязательно мойте руки после уборной соблюдайте правила личной гигиены очень важно для вашего здоровья и здоровья окружающих не надо лапать говном пирожки в кафетерии уроды вонючие я же их потом ем ваши родители расстроятся если вы принесете домой какую-нибудь инфекцию особенно половую ах ты ж мать твою песен тоже надо мыть чат отвернись теперь чисто такое чувство как будто здесь кто-то топает но при этом я не вижу кто слышь ты-то потом хренов ты здесь и нет странно мне здесь может это капельки так капают ну и как будет как будто топают мать твою что ты здесь неправильно нахуй туда добре по приказу доктора где мечева мы назначили персональные места в столовой для всех учителей и учеников поступило несколько жалоб наде мечев велел ничего не рассказывать а мне не нужны и проблемы и мать твою никому не нужны проблемы гений ты сраный не видимо нету там таких файлов братан нету не во всех портах особенно таких стареньких есть такие файлы ты шутишь то ли наркоман польский наркоман польский наркоман с польский наркоман у меня есть еще еще youtube записан за запущен иди проявляет что там как работает напиши какой-нибудь комментарий рестрим работает хорошо что это я не слышу какие-то звуки интересно это широк убийца сука написано вкусное что вкусно работникам столовой пожалуйста добавляйте по 30 грамм этого порошка в каждую порцию для учеников за столом блин это реально фир особо на вторых где было момент школе кто не видел фир посмотрите у меня есть на канале а экспериментальный усилитель вкуса но он совершенно безопасен ну естественно ну как же может быть иначе ну это всего лишь это всего лишь лаборатория что тут может быть небезопасно в каком-то порошке в виде добавки для школьников но ясен хрен безопасен ну ёпту и медь ну слышь не надо так слышь да игры добро на дизлайк каждому по два раза и я тебе дом такое добрый я я я буду все отрицать я такой договор не подписывал мы с тобой не ходили к нотариусу ничего не заверяли так что я вообще не в курсах происходящему все ничего не только лайки 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 собачки такие прикольные весьма может или кто-нибудь заменить меня на работе неважно себя чувствую прошу дать мне отгол до завтра заранее спасибо тоф морозов тоф это как обычно говорят там фамилия имя ставит только первую букву а тоф это что м блин зад да я те шатали ти потом вертели ти ти шурму что ли делаю начали шатались а потом вертели ти а подожди таки аж просто и чо мистик а блин эти дюри выглядит так как будто бы их можно открыть и как будто с ними можно взаимодействовать но нет наебалово кругом спала шум но я наебалово и уже как дизлайк поставил гигиена важна блин мало не хотела у меня слишком большой чтобы помыть его за один раз я про руки пропались на большой большой палец на руки а вы о чем подумали извращенный маленький чат так подожди туда и пробраться точно никаким способом не могу следовательно сюда тоже пробраться не могу что у нас тут мясо морковь бобы супа ветчина кукурузный суп ветчина кукурузный понял второй этаж ебать вот эта планировка здесь есть второй этаж ну ниху доктор демичев сказал что прибор который устанавливают в школе безопасен но я все равно переживаю мой друг который занимается испытаниями на животных сказал что е-99 вызывает мутации клеток как они смеют ставить опыт и на день их чат сидит не заставит прикиньте и пишет об этом радуется мишка олег а я как два имени прочитал потом подумал это как и в общем понял мишка олег любит мороженое предположим мой рисунок и про мишку олега получил первый приз но он очень понравился дяде который делает и мороженое поэтому он отвел меня в подсобку за морожку сказал лежи я на начале думал что это не тот рожок дядя обещал что мишка будет на обертке наш класс пригласил все это говорили смысле на фабрику мороженого и угостили эскимо товарищ демичев подошел к нам и спросил меня почему у мишки на рисунке такое шейнику ответил я ему это тайна дра дорогой друг но я сказал что сам его выдумал но на самом деле я видел такой же на руке у одного дяди в лаборатории где работает моя мама он очень красиво светится я решил что мишки такой понравится в ванне 47 годиков светитесь у меня есть небольшие подозрения нет им это не помогло так что я тоже не буду прятаться под стол и им явно не помогло но 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 прямо явно очень-очень все пошло не так ой сука прям не по плану блин ой как нехорошо как то вы прямо все очень синхронно умерли видимо хорошая была дисциплина в этой школе надеюсь друзья вам все понравилось стану рад вашему лайку и комментарию и мне также будет очень приятно если вы загляните в описании под видео там есть группа вконтакте в ней расписание стримов также подписывайтесь на твич и на youtube мне будет очень-очень реально очень приятно увидимся друзья буквально скоро прятаем